Волонтерский центр «Радость моя» Анны Виноградовой Анна Юрьевна, каждый год волонтерский центр «Радость моя» проводит акцию «Пасхальные дни милосердия». Скоро большие праздники, я так понимаю, уже можно подвести какие-то итоги, результаты. Но для начала хотелось бы еще раз напомнить, что это за акция, кому вы помогаете? Эта акция хорошо прозвучала «Каждый год». Для меня это бальзам, говорится, на душу. Потому что с 2011 года мы проводим эту акцию «Пасхальные дни милосердия». Для кого она? Мы ее начинали в свое время для детей-инвалидов, которые есть в семьях нашего города. Потом она стала более широко иметь понятие. Сейчас во время пасхальных дней милосердия у нас бывают и сборы для заключенных, и отправка в Луганск помощи. То есть во время вот этого великого поста, который длится перед Пасхой два месяца, много добрых дел совершается нашими горожанами. В первую очередь, когда мы стоим в торговых центрах, собираем пожертвования, мы говорим о том, что мы устраиваем праздники для детей с инвалидностью в семьях нашего города. Праздники эти бывают разные. Мы приходим к детям домой. Обзваниваем семьи наши подопечные, спрашиваем, как вам удобнее. Если они хотят, чтобы к ребенку домой пришли, значит, мы приходим домой. Праздничная такая поздравительная бригада. В основном мы делаем как? У нас русские народные костюмы, такие народные одежды. Мы приходим с играми, с раскраской яйца или еще что-то, придумываем какие-то творческие мастер-классы. Такие аниматоры православные. Мне кажется, аниматоры заводят только людей, а мы и сами погружаемся в эту игру, играем с ребенком, с родителями, стараемся всю семью вовлечь в это дело. Если ребенок вполне мобильный, и родители хотят, чтобы у него появились какие-то навыки социализирования, то они приходят на наши большие праздники. Это началось у нас не сразу. Сначала мы только домой ходили, а потом решили, что все-таки надо как-то собирать, попробовать. И с тех пор у нас эти праздники, по-моему, уже четвертый или пятый год проходят. Я могу ошибиться. Уже традиции. Да, это уже традиции. Рождественские пасхальные праздники устраиваем на нашей площадке. Это всегда опять-таки творческие мастер-классы, какое-то либо концертное, либо театральное какое-то включение. И чаепитие, и подарки. Мы собираем, конечно, и на подарки для детей-инвалидов, которые в детских домах. Так традиционно получилось, что мы ездим в Темниково, где дети-инвалиды, и в Потьму, где тоже дети-инвалиды. Просто инвалидность у них разная. У одних физические недостатки, у них ментальные нарушения. Есть еще у нас САТИС, это школа-интернат восьмого типа. Там тоже дети разные, с разными. Есть и диагнозы, есть там какие-то задержки развития, трудные жизненные условия. Туда мы тоже стараемся какую-то культурную программу привести. Им интересно как раз развитие детей. У них есть богатые спонсоры московские, они им помогают. У них есть много шефов из Сарова. Но вот когда к ним привозят что-то интересное с культурной точки зрения, то они очень благодарны за это. А если мы говорим об адресной помощи, на которую в том числе собираются средства, что это такое, в чем она выражается? Адресная помощь, она разная. Вот для тех семей, к которым мы приходим, к которым приглашаем на праздники, мы им спрашиваем, чем вам помочь, что вам нужно. Есть семьи, которым нужны дополнительные средства ухода за ребенком. Потому что государственные программы, во-первых, они обеспечивают не все. То есть, если бесплатно получаешь памперсы, то это не могут быть такие памперсы, которые не подходят конкретно твоему ребенку. Если ты покупаешь сам, то возмещается не 100%, а только какая-то часть, которая пошла бы на тот дешевый памперс, который тебя не удовлетворяет. Поэтому, если мы покупаем для них памперсы, потому что многие же дети нуждаются не только как обычные здоровые дети до определенного возраста, а потом, попозже им нужно тоже впитывающие пеленки, влажные салфетки для ухода за ребенком. То есть, стараемся какую-то массированную закупку для них сделать, чтобы им было полегче. Есть дети, которым нужно специализированное питание, и в месяц уходит солидная сумма на это специализированное питание, что ребенок больше ничего другого есть не может. Есть дети, которые на зондовом питании, еще что-то такое. Понимаете, специфические очень вещи. Поэтому мы стараемся какую-то сумму выделить на это, оплатить, например, питание за один месяц. Это уже серьезная помощь семье. Дорогу можем оплатить, к врачу какому-то очень надо съездить или еще что-то. Ну, в общем, разговариваем с родителями, и они объясняют, в чем потребность. Много таких семей сейчас у вас на учете? Ну, где-то порядка 150-160. На самом деле их в два раза больше, именно детей от 0 до 18. А вообще в городе детей инвалидов с детства достаточное количество. У кого-то наступает реабилитация, у кого-то она не приходит. То есть разные заболевания, разные состояния у детей. На самом деле мы со своими, если можно так сказать, выпускниками не прощаемся. У нас есть дети старше 18 лет, но мы все равно к ним приходим. Ну, кто-то не вырос все равно из детского возраста. Кому-то, может быть, позвать больше некого. Ну, там разные ситуации. Как вообще вы определите задачу волонтеров? Ведь я про себя подумал, наверное, это очень тяжело. Просто из года в год помогать людям и видеть, что ничего не меняется. Ты приходишь, делаешь подарок, проводишь праздник. В следующем году происходит то же самое. Волонтеры пытаются как-то помогать этим людям развиваться? Знаете, это очень серьезная задача. Много раз мы к ней подходили и понимали, что мы где-то ее не тянем. Мы ставили для себя изначально задачу какую? Принести семью радость. Мы и называемся радость моя, словами батюшки Серафима. Как-то поднять дух, ободрить людей. В то же время обратить внимание общества на то, что такие люди есть, такие семьи есть. На то, что в этих семьях, не вот там страдают и плачут каждый день, хотя и это есть, а любят своих детей. И эти дети любят своих родителей. Понимаете, у нас вот где-то застрял стереотип у людей, что вот инвалид, а, все, там, да, жизнь под откос, там. Это любящее существо, это любящий человек, и его любят. Понимаете, это вот настолько важно, и наша была задача привлечь именно к этой позиции внимания общества. Чтобы мы по-другому стали смотреть на этих людей, по-другому оценивать. Мы, знаете, мы приходили сначала со страхом в семье, да, как себя вести, ой, там, как бы не там. Когда мы увидели, какие родители молодцы. Когда мы увидели, какое счастье в этой семье, какая любовь. Знаете, мы поняли, что это нам надо у них учиться. Вот. И поэтому и захотели это дело продолжить. Потому что мы первый раз ведь вышли на это, на какую-то, ну, может быть, единоразовую пробную акцию. Вот первый раз с Рождеством поздрали, а потом с Пасхой. А потом подумали, что мы же как-то, ну, остановиться не можем. Я изучаю опыт волонтерства в разных городах, и я вижу, что, ну, может быть, более талантливые, более трудолюбивые люди, более дерзновенные люди сумели создать великолепные учреждения помощи. А что это такое? Как это выглядит? Вы знаете, это выглядит везде по-разному. Где-то это бесплатные детские сады для детей с тяжелым ДЦП, которые не говорят, не ходят вообще. А там настолько, это Марфо-Маринская обитель, Москва. Вот. Где-то еще какие-то фонды развития, есть вот целые комплексы социальные, где, сейчас просто название не назову, где дети приходят, занимаются творчеством, а потом они находят работу. Вот, кстати, наши дети сейчас подрастают, да, уже 8 лет прошло, вот, уже подростки многие, да, кому-то уже 18, за 18. Родители обращаются с вопросом, не могли бы вы помочь трудоустроить на лето, а потом, на самом деле, найти место в жизни. И вот хотелось бы, конечно, обратиться к горожанам, кто-то предприниматель, кто-то работает на каком-то предприятии, знает руководство, что лояльно отнеслось бы. Может быть, есть какие-то вакансии, или даже, может быть, есть возможность придумать эти вакансии для инвалидов, молодых нашего города. Праздники совсем скоро. Скажите, у саровчан еще есть возможность поучаствовать в пасхальных днях Милосердия? У нас сборы пожертвований уже закончились в торговых центрах, но существует интернет-площадка сбора, вот, она называется «Я соберу», ссылка на нее находится в нашей группе ВКонтакте. Вот, периодически мы эту ссылку поднимаем наверх, поэтому ее можно отыскать и сделать свое пожертвование. А поучаствовать в праздниках? А поучаствовать в праздниках – это милости просим, нам нужны волонтеры. Причем сейчас вот идет у нас весенний набор волонтеров, как раз он чем хорош, что когда человек приходит новый, он сразу же погружается в такую вот предпраздничную суету. То есть, что такое праздник? Это надо много волонтеров, то есть на каждый мастер-класс нужны помощники, на то, чтобы накрыть стол, нужны помощники, на то, чтобы двигать эти столы, нужны тоже помощники с хорошими бицепсами, вот, не только женщины, но и мужчины. Вот, будут поездки в детские дома, будут домашние поздравления, то есть в бригаду волонтеров, которые уже опытные, можно подключать новичков, и мы 29-30-го ходим по домам, 6-го, 7-го, 8-го, а 5-го мая у нас праздник. Вот, поэтому мы приглашаем потенциальных помощников, будем рады видеть всех. А вы сразу человека в бой бросаете, или есть курс молодого бойца? Сразу в бой. А то курс молодого бойца просто некогда проводить. Нет, на самом деле, ну, человек включается в конкретное дело, ведь приходят к нам люди опытные, с каким-то жизненным опытом, в основном волонтерский центр – это работающие люди, то есть уже стоящие на ногах. Конечно, к нам приходят, бывает, что и подростки, вот с подростками с ними нужно проводить какой-то некий такой обуч, вот, объяснять, рассказывать, да, это делается. Но просто у нас большинство волонтеров – это люди взрослые, поэтому они быстро включаются в работу. И работа разноплановая. А они понимают, на что идут? Или для многих становится сюрпризом? Конечно, сюрпризы. Мы сюрпризы приберегаем, никому не рассказываем. Просто мы, конечно, понимаем, что на разных этапах волонтерской деятельности разные сюрпризы. Сначала человек, он просто осваивается среди новых для себя людей. Это тоже какой-то вот, ну, ты пришел в совершенно новый круг, ты вообще не понимаешь, где ты находишься. Что это? С чем-то едят. Вот, потом для тебя, конечно, знакомство с подопечными. Это тоже новый опыт жизненный. Ну, а потом уже, когда человек втянулся в какую-то системную работу, сюрпризы – это усталость, это искушение, это какие-то нарушения в общении. А какое может быть искушение? Ну, какое искушение? Ну, вдруг ты с кем-то не поладил. Вот ты с волонтерами общался, общался, вдруг раз, тебе вдруг что-то стало обидно. Это обычно бывает вот именно в коллективах, которые уже сложившиеся. Вот, то есть вдруг начались какие-то такие вот моменты. И вот это тоже надо как-то преодолеть, как-то пережить. У нас есть духовник, то есть мы собираемся на беседы с батюшкой, задаем ему вопросы о трудных моментах нашего служения. В разных направлениях они разные. Вот. И он нам отвечает, как к этому отнестись, как, что, чего. То есть у человека, у него начинается внутренний рост, потому что он это переосмысливает, он смотрит на себя по-другому, на других по-другому. Это жизнь. По каким основным направлениям работает Центр «Радость моя»? У нас сейчас, я бы выделила, наверное, три основных направления. Пятилетие в этом году празднует вот второе наше направление, это больничные волонтеры. Это самое тяжелое? Ну, может быть тяжелое, но они ходят с радостью. Вот, понимаете, вот это направление, оно нашло своих людей. Это, я называю это банный день в больнице. В отделение сестринского ухода приходят волонтеры, чтобы помочь, помыть людей, которые лежат. И у них либо нет родных, либо родные где-то далеко, на большой земле, либо они просто, ну, сами уже люди пожилые и немощные, не могут взять вот своего родственника помыть. Нашей вот основной группе, как я ее называю, основная, которая занимается вот семьями с детьми инвалидами, ей уже в этом году вот восемь лет. Это такое основное направление. Но, на самом деле, у нас часто активные волонтеры, они участвуют в разных направлениях. Вот. И уже год как можно выделить так называемая складская группа. На самом деле, она как бы и раньше была. Люди, которые помогали с перевозками, там, мужчины, женщины где-то помогали, где-то с переборкой вещей. Сейчас это конкретное место есть, где это все концентрируется. Да. Вот. Еще на Луганск мы собирали продукты тоже помощи и одежду. Сейчас вот эти все люди, которые на Луганск собирали, перевозки, это все вот гуманитарный склад. Гуманитарный склад, то есть это место, куда люди жертвуют одежду, обувь, какие-то предметы быта, приносят продукты вот во время сбор на Луганск, какого-то гигиенические средства. Вот. Другие люди занимаются переборкой, сортировкой. Вот волонтеры наши, я их называю серебряный волонтер, потому что это в основном дамы в возрасте, которые немножко уже посвободнее, они не работают, но у них еще очень много, говорится, бодрости, еще желания что-то делать, вот им скучно дома сидеть. Вот. Они принимают людей нуждающихся, вот, как-то вникают в их ситуацию, берут от них заявки, провожают в наш зал, где вещи уже отсортированные висят, на плечиках, все удобно, все на полочках, там, детская одежда и для взрослых. Вот. Ну и занимаются вот такой черновой работой, потому что все надо переработать, нужно как-то все разложить, все аккуратненько сделать, где-то погладить, где-то чего-то там, это самое. Вот это такая вот, может, рутинная работа, но необходимая. А потом у нас люди жертвуют больше, чем даже нужно нуждающимся нашего города. Вот. И уже вот то, что остается дополнительно, мы отвозим в Дивеевский социальный центр, в Ордатовский гуманитарный склад, сейчас вот отвозим, в Дивеево на добровольческий пункт выдачи, исторический он у нас уже ему много лет, там трудится одна пожилая дама, вот по благословению духовника у нее в гараже это все сортируется тоже, приходят люди нуждающиеся, она их принимает и всем все это выдает. А можно назвать запуск гуманитарного склада успехом? Я думаю, да. Потому что раньше вот те вещи, которые жертвовали люди, горожане, они концентрировались в храме, там нет было предспособленного помещения, приходил человек нуждающийся, да, можно было подобрать какие-то вещи, но очень в граничном количестве. И у нас вот где-то несколько раз возросло число людей, которым мы оказываем такую вещевую помощь, несколько раз. То есть у нас вот за месяц порядка ста обращений, не уникальных обращений, да, а именно ста обращений, то есть один человек может прийти два раза, может прийти три раза, многодетная мать, да, сегодня она ботинки одному ребенку взяла, а в другой раз она там комбинезон там другому ребенку взяла, да, то есть она может приходить несколько раз. Мы не ограничиваем сейчас пока число посещений. Хотя, например, в Москве на большой земле там строго ты пришел, раз в три месяца набрал и через три месяца придешь. Но это большой город, миллион, несколько миллионов жителей, у нас сто тысяч. Ну вот пока мы не ограничиваем и справляемся. Если не будем справляться, наверное, какие-то ограничения введем. Сейчас пока мы этого не делаем. А в чем сейчас нуждается Саровщение, которое посещает гуманитарный склад? В первую очередь, конечно, это одежда, обувь детская. Особенно на мальчиках, потому что мальчики, они же такие, они же по заборам лазят, по лужам бегают, в общем, на них все горит. Поэтому, конечно, на мальчишек больше дефицит, на девочек как-то легче. Вы только новые вещи принимаете? Нет, мы принимаем, конечно же, бэушные. Это вот как большая семья, знаете, принцип взаимовыручки. Один вырос, другой донашивает. То есть дети часто вырастают намного быстрее, чем вещь успевает использоваться. Прийти в негодность. Да, прийти в негодность. Вот, поэтому это принцип большой семьи. Либо женщина, она вот носила-носила, вдруг съела 33 булочки, располнила, и больше в эту вещь не помещается. Вот, и она, ну, видит, вещь хорошая, еще послужит. Его тоже можно принести. Либо просто как-то меняют люди одежду. Вот, потом есть такая традиция, все-таки, когда человек в семье умирает, то его одежду в хорошем состоянии отдают в храм. Это милостыня. Это милостыня за душу этого человека. И это принимается с благодарностью. И я думаю, это и Бог принимает, и люди принимают. Это в этом нет ничего плохого или чего-то там такого. Это очень хорошая традиция. Вот, и мы принимаем и такие пожертвования. А кто-то просто заглянул в свой шкаф, так, надо сделать сортировку. Отсортировал те вещи, которые конкретно он будет носить, а которые хорошие, но уже как-то вроде бы, ну, не хочется их носить, принес другим людям. Это тоже очень хорошая, кажется, традиция. Такого больше становится? Да, много приносят, много, много. А кто-то, например, покупал себе что-то, даже вот бывает, что люди приносят вещи с ценниками, то есть, ну, с бирочками. Не успел поносить, ну, что вот, а теперь вот он принес кому-то, кто-то поносит, ну, тоже хорошо. Я слышал, у нас ряд людей испытывают острую нужду в холодильниках и кроватях. Да, у нас вот мы принимаем мебель и принимаем предметы, вот такую вот, ну, кухонную утварь, предметы, какие-то бытовые приборы. Конечно, очень многие спрашивают, холодильники, стиральные машинки, вот, это, ну, людям очень нужно, потому что, ну, дорогостоящая вещь. Если саровчане меняют вот такие вот предметы, да, то, конечно, мы рады, если они отдают старые нам, как пожертвования. Вы можете помочь с вывозом или нужно самому провести? Да, если человек может сам, например, он обеспеченный, для него нанять газели и грузчиков на час, да, это не составит труда, ну, только низкий пакован такому человеку. Если жертвует, например, человек физически некрепкий, у него нету финансов, чтобы такой вывоз, мы сами вывезем. Мы будем благодарны за сам холодильник, за саму машинку, но приедем сами. Как можно связаться с вами? Ну, по нашим телефонам. Самый простой, запомнить легко, 31452. Этот телефон вот практически всегда на приеме. В интернете вас можно найти? В интернете можно найти. Можно найти нашу страничку в Саровский волонтерский центр «Радость моя». Вконтакте, да? Вконтакте, да. Анна Юрьевна, мы обсудили очень много проектов. Разумеется, для всех нужны люди. Люди, готовые жертвовать временем, силами, знаниями в том числе. Скажите, пожалуйста, как можно стать волонтером центра «Радость моя»? Что для этого необходимо сделать? И в каких специалистах вы испытываете самую острую нехватку? Дело в том, что нам можно послужить не просто вот такой вот черновой работой, какой-то разборкой, приборкой, там, или чего-то, но и своей профессией. Поэтому, когда вы спросили, в каких специалистах, я порадовалась. Специалисты нужны вот то, что касается области веб-программирования, дизайнеры, специалисты, которые могут фотографировать, делать видеоролики. Это вот если говорить о профессиях. Нам нужны психологи, юристы. То есть часто семьи, которые обращаются к нам за помощью, им нужна юридическая поддержка, психологическая поддержка, причем разного профиля. Ну, любой человек, который в своей профессии как-то состоялся, он найдет свое место. Я думаю, он даже подумает, а я мог бы вот это им предложить, а я бы мог вот это. Вот, например, вот обращается девушка, она экономист по образованию, у нее хорошо работает там со всякими документами. Вот сейчас помогает нам наладить документы оборот на складе. Вот. Пришел человек, который говорит, а я вот хорошо там знаю вот это. Да, давай вот это сделаешь, поможешь нам, будет отлично. Вот. А с другой стороны, человек, который на работе, там сидит весь в программировании, весь в документах, приходит к нам и отдыхает душой, делая что-то творческое. Делая с детьми-инвалидами какие-то мастер-классы, что-то вырезая из бумаги там. И он находит в этом отдушину, что он делает наоборот. Не то, что на работе, а что-то другое. Тоже это хорошо. Вот. Поэтому мы приглашаем людей самых разных профессий, разного возраста. Конечно, нам бы хотелось видеть молодых, потому что на самом деле молодым у нас интересно, потому что творческих задач много. Потом, кроме этого, у нас люди находят друг друга. У нас есть несколько сложившихся семей из волонтеров. Уже у них детки есть. Вот. Как мы смеемся там, побольше, побольше маленьких волонтерчиков. Потом придете вместе, будем, кажется, работать дальше. Вот. Мы за них очень рады. Вместе ездим в паломнические поездки. Какие-то устраиваем там субботники, после которых просто сидим вместе, пьем чай, разговариваем. Это тоже нужно людям. Как говорится, великая ценность общения. Вот. Роскошь. Поэтому мы приглашаем всех желающих, которые, ну, они почувствовали в своей жизни, вот, во-первых, есть что-то, что они могли бы дать другим. Или, наоборот, научиться. Или им хочется новый круг общения. Хочется сделать что-то доброе. И, возможно, вы придя к нам, поймете, что сделать это, что можно сделать доброе. А может быть, кто-то принесет новую идею. Вот. Я о чем еще не рассказала. У нас в этот раз очень интересная повелась инициатива, мне хочется об этом рассказать. Пришла девушка и сказала, давайте сделаем благотворительный пробег. И вот мы делаем благотворительный пробег. Пришел новый человек. Вместе с ним пришла идея. И, я надеюсь, будет воплощение. Уже есть договоренность с Департаментом по делам молодежи и спорта. Вместе, как говорится, мы это дело делаем. Потому что без их помощи это практически, ну, для нас было бы сложно. Вот 9 мая, кроме обычной эстафеты беговой, вот, которая в честь Дня Победы проводится, будет и благотворительный пробег. Для того, чтобы в нем принять участие, нужно внести пожертвования. Это такая вот именно форма пропаганды, что ли, благотворительности и сбора пожертвований. У нас, мы выставляем на адресную помощь одну из наших подопечных семей с ребенка тяжелая форма ДЦП. Ему нужна специализированная коляска, дорогостоящая, порядка 160 тысяч она стоит. Вот, мы вот выставляем на адресный сбор, на благотворительный пробег вот эту семью. На этом все. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с руководителем православного волонтерского центра «Радость моя» Анной Виноградовой. Анна Юрьевна, большое спасибо, что согласились прийти. Удачи вам в вашей работе. До свидания.